пока пока всем привет как я вам уже сказала я переезжаю к ней так смотрите все у нас прощаемся это я оставляю здесь это тоже оставляю здесь это пустой балкон пустая кухня теперь вспоминаем влог как я снимала здесь пустая ванная вот это оставляю тоже оставляю блин сейчас вам покажу какие-то вещей пустая вообще пока-пока проверка просто финальная больше вроде ничего не осталось ну вот такие дела а еще вам не показывала пустую эту вау 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 и вот такие пироги все наша история здесь закончена следующая я не знаю где будет но в плане после того как я поживу в мае я выгляделю очень уставши плохо мне очень ну ладно ну и все перевезли ну я больше покажу конечно ну вы уже видели наверное квартиру май как-то был один раз обзор когда вы помогали приезжать на ворот ей кстати и че и все сейчас мы идем за шаурмой очень уставший голодный холодный теперь теперь мне будут фотки готовы ну спокойствие кидай-кидай-кидай видите мне то время где меня ооо мне так же кидали бутылку когда я был миллионером я буду везде это говорить у меня травма мне так же бутылку кидали я был миллионером да эй суп ты не сатир всем привет сегодня 20 мая это значит у кого сегодня рождения все поздравляю в комментариях ээээ как это как это день рождения симпатурка красивая картинка мы сходили на завтрак но я вам не засняла да забрали с собой небольшой ужин а называем гречка гречка сейчас расскажу у нас был депозит но меня позвали как бы дали 5 тысяч мы все укладывались заказали на троих блюда основные потом заказали десерты напитки она стоила 700 рублей она стоила 80 рублей мне не попадать же домой уходить короче там нормальные блюда если допустим пасту она стоила 460 что ли то есть на 120 рублей короче и мы укладывались если брать гречку и все мы взяли гречку в итоге типа мы не захотели доплатить как норм людям типа бесплатный день да все сейчас мы думаем прогуляться и фоткать маню мне тоже туда нет манку у мая сегодня рождение как вы уже поняли вот ей присылают цветочки вот праздновать мы будем 29 мая еще целых 9 дней ждать этого дня икс попозже покажу вам свои посылочки очень много пришло всего интересного там прям классного ну вот сейчас просто решила так объяснить вам обстановку вот так вот я тут убралась прям надеюсь мая будет рада ну я думаю что да типа она будет уставше приходить а тут все убрано прибрано единственное что я не люблю вот готовить вообще ненавижу не знаю мне настолько лень этим заниматься я хочу чтобы у меня всегда была готовая еда то есть я не знаю личный повар который мне будет все готовить я не знаю либо либо не знаю потому что что-то готовить и что дольше от 20 минут 30 то все и нет и я этого делать не буду даже пробовать не знаю почему так вот если что касается уборки то я все это мое я всегда за это возьмусь всегда сделаю вот ну все я пошла дальше монтировать не отвлекайте меня доброе утро я иду в спортзал а теперь мне это уходит ну кстати не так уж намного дольше потому что считай я все время ходила все время до этого ходила в спортзал пышком а это занимало это занимало минут 30-40 вот а сейчас я считаю сожжусь на метро 2 станции приезжаю за 10 минут и 15 минут за пешком где-то примерно если не 10 поэтому нормально вот и плюсом меньше устаю больше меньше вот так вот на улице чудищнейшая погода как видите я иду в одной кофте мне конечно не очень явить лица такое пушьи весь но что поделать я решила развеяться немножко надо уже в зал начать не ходила почти месяц так после зала мы точнее я пришла к девочкам в кофе и они сидели тут работали и сказали что подождут меня чтобы вместе поесть пока принести такой же чай супчик у тебя уже ничего есть извиняю вот тут такая кофейня в доме поэтому здесь наверное мы будем очень часто тусить она работает а я не работаю я тоже буду с нами мне нужно делать потом это кивает я очень стала на улице не доище нормально холодно погода и реально прикольно мне нравится что мне конец скелет так мне принесли сырный суп сначала я заказала борщ и мне сказали борща нет выбирайте что-то другое вот такое сервис что-то как-то это его мало ну ладно итак первое что мне пришло я вам обещала показать это вот такое платье просто великолепное поэтому оно сейчас лежит я надела на него я надела его на себя и покажу вам но видите какая красота мне нравится что тут такая ткань типа очень симпатичная вот это вообще мой любимый формат платьев так всем хеллоу сегодня у меня такое необычный лук не свойственное мне но имеется ввиду лосины потому что я иду на кастинг тадам такие дела не знаю максимально ничего вообще не знаю поэтому я очень далека от этого кастинга модельное агентство имела ввиду как бы меня позвали посмотрю я реально я не знаю чего ожидать что вот это все поэтому буду делиться уже после потому что я вообще очень далека от этого всего я вообще как бы не думала о том чтобы идти на кастинг и подумала почему бы и нет попробовать вот и поэтому там нужно было надеть обрекающую одежду и я вот собиралась значит такой у меня look at the day трю-дю-дю короче это полный змея ну во-первых я сразу понимала что ну я знала о том что нормальные модельные агентства они мне будут просить заплатить за что-то а тут мне сказали что якобы ну во-первых если хотите конечно обучайтесь сами если хотите обучайтесь сами ну понятно тогда у вас ничего не получится за портфоли тоже заплатите потому что без портфоли у вас никто не возьмет и вот такие короче дела поэтому ну не знаю не знаете типа если бы у меня была полная уверенность поэтому тогда ну так то тинза что-то но я лучше сама по себе еще мне сказали про мой цвет волос что он неестественный типа ну он не сильно востребовал но еще и ногти короткие должны быть и не знаю типа мне нужно написать каким-нибудь знакомым типа кто связан в этой сфере у меня есть девочка на которой подписан ну мы с ней там общались как-то вместе поэтому спрошу у нее ну понятно что это нормальная модельная агентство которое заинтересовано реально ну святую реально классная крутая модель но кто-нибудь просит ее платить вот вот так вот спасибо девочки мы опять все по-новой вот это очень вкусно взять вот это торопо-корейский ну это так восьмерочка это черника сырная но май прям суперски кознаный сладкий но короче где кознаный сладкий но такой знаете шоколадный приятный не супер бритовный то есть вообще я обязательно возьмусь сырную пенку вместе с ней потому что он идет без сырной пенки без тапиоки на тапиоку кофиг но сырную пенку взять не давать вот мы опять едем гулять как в прошлом влоге на мега на парк тропс надеюсь все все пока итак мы гуляем посмотрите красиво у меня очень болят ноги вот в этих кроссовках просто ужас какой-то я их не носила в очень долгое время я вообще их мало носила теперь поняла вспомнила почему потому что один нормально сидит а другой не хватается пятка но при этом мне давят большие пальцы то есть они как бы и большие как будто маленькие я не знаю что с ними максимально неудобные может их надо разносить но я не знаю ну типа так они выглядят не знаю не знаю там вот прудик с лебедями здесь просто автопарк вот так спокойно так хорошо так бывает лето я прям рада так с ним привет мы исходили в магазин набрали каких-то фигней просто и вышло на миллион рублей и как обычно но хватит этой еды на два дня просто у нас просто дома еды не было мы решили что-то пойти купить ну вот у них какая-то поняла почему мы взяли грибы для пасты сливки для пасты потом там сырки по акции знаете вот мы шли такие о это по акции берем берем итоги ничего наггетсы наггетсы каша творог нормально туалетная бумага это очень эмбарина она хотела взять туалетную бумагу за 200 рублей сказала ты совсем рядом за 100 лежала мы взяли за 100 ребята дева 4-флойная ну все жара дома тоже жара капец дома коробки да все мы пошли так делаем обзор на продукты туалетная бумага за 100 рублей мальбери самый вкусный негетс не только отмиротор вкусный другие вещи не берите мое любимое молоко кармалат смотрели другие молоко сахет альтернативные типа миндальные что там еще бывает осяны бананы очень здорово каша геркулес я такую не ела но мама готовит лингот поэтому будем готовить нам кашу счет сорок по акции по акции не одного это для пасты наша сегодняшка 4 яблока потому что мы на пупе у нас слишком вкусно видишь его на пупе я покажу что я не покупала творог вкусный 40 гривен покажи тоже вот эти штучки что именно с такими штучками вкусно сливки эти самые не шпанские и тумки тяжелый люкс всем я иду на массаж нервный и драж так быстро тут зима итак сегодня мы Серег так посмотрите на наши руки пожалуйста снимай она стырила мою рубашку и идет ну ладно ей идет она очень а я вот взяла такую с собой но пока не надеваю потому что жарко вот такие дела и знаете куда мы сегодня идем это секрет это вы увидите если посмотрите до конца да хорошо Майя ты нормально такие фигбейки делаешь там ну там вообще будет ребят это просто пушка бомба кипяток так скажем ну вот такого вы точно не ожидаете от нас да в итоге тот мочишь ладно все посмотрите в конце подожди у нас все как обычно ничего не меняется опять бабл ти опять бабл ти все всем пока это самый лучший короче в Европе сегодня никакого этого мы приехали на гостом арену посмотрите и как бы хотели посмотреть ну и для тебя мы хотели посмотреть что он в третях но там здесь очень как бы на НЛС что-то ничего не будет девочки просто посмотрите куда мы пришли с каким видом красивейшим до свидания да папер догоняла попробовать выставиться но я все-таки с него нет одна выставка у вас сейчас у нас да две две выставки 5 рублей на этого что-то если вонючая не вкусная нормальная мушрица не гони на них но витка нет если здесь будет вкусно то витка и есть это очень это мы вчера на Дривсе были а про Дрив мы приехали на Дривсе казалось что на прошлой неделе было что-то очень жесткое что у меня не знаю что-то было но было очень много ДПС в полиции и все закрыли все перекрыли парковки на которые прилетели поэтому с той недели ничего нет мы как раз решили первый раз быть в этом месте и ничего не было никакого даритка ничего один раз проехал человек ну это было так вот а в основном просто машины стояли с музыкой но все равно это было так как свет была она очень прям да это мы сегодня опять поедем но ситуация была в том что что мы встали на метро и нам пришлось что сначала вышка хотела как раз перейти так что очень здорово все здесь уходят поэтому сегодня мы постараемся успеть дома как-то идти нам нужно обязательно потому что второй раз радости на такси мы не хотим вот такие вот такие пироги все мы сегодня красиво кушаем вернусь когда принесут блюдо нам принесли куплен чипс это очень красивый приманат не помню с голубикой с голубикой а это с драйгонфрукт ладно сейчас попробуем все поеду кстати забыла к маме снимать все блюдо о ты чест простите сейчас посмотрите какое красивое платье вот я не сделала вам обзор вообще очень плохо я все забываю понимаете короче это моя рубашка это мое платье она из бифлии сразу говорю что вам еще суета суета вот и сумка такая старая не помню откуда сейчас мы поедем гулять гулять куда опять вот такие дела на платье оно очень классное вот посмотрите оно вот такое просто взяла рубашку потому что мне не очень комфортно пирог гулять по городу во вторых просто прохладно еще короче ситуация такая что мы пришли в Синсей чтобы купить себе копты потому что холодно оценивайте луки ребят там не было такое белое но оно пошло серии но вроде неплохо смотрится только мы могли такой херней заниматься я не знаю ну мы все все очень нормально у меня такой школьный привет приходите 400 рублей вот такая обстановка вчера там были на парковке сегодня они здесь стоят короче они меняют места вот смотрите кто там едет крутая вот а мы сидим и смотрим вот ну вы слышите например что там происходит но самую центральную парковку где собственно происходит вся суета закрыли и скорее всего в ближайшее время там никакого дрифта не ждите но еще и сейчас тупенько вчера там было вообще да там побольше парковка была там просто музыка была на весь ну ладно так всем хеллоу коробки наши легендарные я сегодня одет в стиле мне вообще все равно потому что я иду на съемку и как бы наряжаться мне смысла нет вот так мой лук ой не накрашенный ничего пойду сейчас поеду точнее ух как мне тяжело тяжело такой хуй тебе сделала съемка должна быть красиво получится посмотрим ничего как вот вчера мы ездили опять несказ правом вредно опять там ничего не было ну ладно просто погуляли по вайбеле вот поэтому скорее всего в ближайшее время там ничего не будет в ближайший месяц поэтому если вы захотите туда поехать знаете там ничего не будет кроме музыки и я не знаю чего еще и людей которые там просто тоже пришли послушать музыку посидеть вот все я пошла быстренько показываю свой макияж образ вот такой мне нравится такое мне нравятся стрелки мне так любят все стрелки делать ну ладно всем привет ну как это уже конец влога как я хочу заснять это уже конец влога я просто захотела вам так как обещала заснять распаковки точнее обзор новой вещи поэтому давайте это сделаю и буду заканчивать влог потому что он довольно такой прям насыщенный получился я в квартире мая живу здесь как вы уже поняли поэтому привыкайте к новой обстановке у мая здесь новые посылочки пришли но я не буду их показывать потому что все там подсвечники хорошо я поняла что она хотела это для своего дня рождения потому что мы будем праздновать в доме и следующий влог как раз выйдет с ее дня рождения в доме вот мы решили как мы решили она решила праздновать в получается в доме загородном доме все давайте распакуем вот тут одна не открытая остальные открытые поэтому сейчас вместе с вами все распакуем я решила что буду распаковывать вот так потому что я сейчас плохой естественный свет неестественный не рядом поэтому я буду короче не смогла установить камеру чтобы я распаковывала давайте вот так не должна быть обувь короткие понятно и как я понимаю там кеды бренд тот же когда я заказывала весенний обувь если кто-то смотрел мои предыдущие влоги помнит пахнет китаем но выглядит это красиво блин лучше чем на фотографиях реально есть чем-то похоже типа пумы тарибаков вот знаете самый дефолт кеды на лето да на лето на ясну вот выглядит симпатично вообще знаете типа ну не скажешь что сколько они там стоят я не помню тысяча три возможно на ноге прям хорошо сидят ставлю им лайк типа я думала будет хуже ну типа я представляла совершенно по-другому мне прям нравится классные крутые на самбо еще чем-то похоже вот вспомнила на деда самбо цвет такой еще как я люблю короче артикул я обязательно здесь вставлю там моя нога вот они такие полукожные полузамшевые ставлю реально 10 из 10 мне нравится так все я сейчас скажу что я перестала камеру потому что мне не нравится снимать в таком формате когда меня не видно так лучше я коммуницирую с вами простите за мам я же не видел сегодня очень жарко сегодня ходила только в зал поэтому простите но сейчас будет интересная распаковка это это подарок мая от Ксении то есть я лично дарю подарок мая и также от Сени тоже будет подарок потому что ну они как бы хорошо относятся друг к другу так скажем на дружеских взаимоотношениях поэтому Ксения решил тоже сделать подарок и это такой знаете чисто символический наш прикол ой тут все так красиво пополно футболка необычная футболка она с бмб вопросы майя очень любит эту марку машины у нее в шлисте стоит конечно настоящая машина но мы прикольнемся так и подарим ей футболку но она довольно стильно выглядит впереди только маленькая надпись m power а сзади прям картинка бмб мне кажется даже в ее стиле типа такие футболки оверсайз и она стильно выглядит типа это даже не как прикол будет мне кажется она будет ее носить бмб м5 black competition мы девочки как вы поняли мы по машинам да то есть мы не вот эти аля улю типа то что касается машин ну все это наша слабость я люблю очень сильно ауди моя бмб хотя мне бмб тоже очень нравится но главное что нам не нравится мерседес обоим вот вообще не догадывается ну конечно как типа я ее случайно ну все как мы вместе искали что подарить можно как-то случайно так получилось что мы нашли эту футболку я оставлю артикул если ну думаю надо будет поэтому да оставлю артикул с вопросом а где Майя Майя пошла на тренировку я пользуюсь шансом чтобы быстрее все заснять вторая пара обуви здесь уже отличный аткет здесь вообще вы меня я вас шокирую такие красные туфли а-ля палетки я не знаю но опять же они очень сильно пахнут под Китаем но не выветриваются быстро судя по моим прошлым вот поэтому поэтому что не знаю как я буду их стилизовать что делать с ними вот они так выглядят ааа тут такое сердечко сердечко милое а это прям знаете это не то что вот человек закупает это реально производит эту обувь я завтра буду примерять это все но выглядят они суперские вообще по качеству я вообще не предвижу потому что прям хорошие вот начну со штанов потом уже платьишки в общем это такие штаны я уже у них походила лениные ну как лениные скорее всего они лениные так они из бифри сейчас могу даже состав прочитать вискоза хлопок лед они 20% племена блин но за 2 сколько они стоили тысяч это вообще кайф они ну блин они прикольные я вот в них походила в жару прям очень хорошо вот это мастхэв я хочу такие просто разных цветов чтобы у меня были на лето потому что шорты я не знаю почему-то мне одной скажите у вас так же город некомфортно в шортах водить именно в коротких бермудах все нормально будет а вот в коротких шортах нет и как бы мне очень нравятся штаны носить джинсы ненавижу летом особенно вообще в последнее время джинсы не люблю не ношу их вот могли заметить у меня обычно брючки какие-то либо спортивные штаны поэтому так потому что джинсы они некомфортные стали для меня просто супер находка идеально посадки идеально сидят идеально все просто обязательно оставлю артикул дальше не будем много болтать у нас тут что пятно ну да как всегда просто Полина уже загладила здесь у нас платье тоже из бифри бифри просто молочек я их обожаю платье из бифри вот такое оно так скажем вафельное тренд сезона мне очень нравится я скажу так сидит оно вот так ставлю фотку далее вот такое платьишко тоже так скажем вафельное потому что оно такой тканей но оно такое более ажурное цветочки орнамент оно уже такое мини то если было макси здесь мини оно совершенно другого фасона но оно небольшовато нужно подушить чтобы она сидела идеально оно очень красиво тоже ставлю фотку как сидит оно прям восхитительное знаете вот я ставила фотку вы видите просто вот оно в талии большевато и в груди получается ну не знаю я такая маленькая что мне даже самый маленький размер они не могут нормальные вещи съесть вот но оно очень красивое просто надо подушить пойти этим заняться и все откладываю откладываю но летом это просто последнее у нас это вот такая кофта она назад вышиворот на выворот тоже есть в фри такая кофта за руке вот и у нее ткань сейчас я вывожу короче ткань вот такая вот джинсовая какая-то потертая вот и к ней к этой кофте тоже вот ее комакси но это уже более не такой вечер потому что понятно сейчас уже 27 градусов я бы умерла вообще в этом очень жарко мне было когда на улице была вот но выглядит тоже я вставлю фотку очень красиво элегантно просто всем спасибо за просмотр всех целую люблю обнимаю и обязательно подписывайтесь на этот канал на все мои затеи ставьте лайки